Эссе 4. Пророчество о наказании евреев за нарушение ими заповедей в Святой Земле Израиля Подзаголовок Причины первого изгнания Эпиграф Изгнание наступает за идолопоклонство, за разврат, за кровопролитие и за нарушение закона о седьмом годе Перкей-Авод 5.9 Эпиграф Сказал Абайя, и Иерусалим был разрушен из-за нарушения субботы Талмуд, Шаббат, 119 бет Подзаголовок Первая причина изгнания Идолопоклонство Когда пришла пора евреям перейти Иордан и войти в Эрецисраэль Повелел им Господь истребить в этой стране идолопоклонство Уничтожить изображение языческих богов Разбить жертвенники Сжечь священные деревья Которым поклонялось местное население Вождь народа, ученик Мошер-Абейну Яшу-Абин-Нум Предложил народам, населявшим Эрецисраэль Следующие условия Тот, кто желает покинуть страну добровольно Может это сделать беспрепятственно Тот, кто хочет остаться Обязан принять на себя исполнение Семи заповедей сыновей Ноаха Данных Всевышним всему человечеству Не убивать, не грабить Не вступать в половые связи с близкими родственниками И замужней женщиной Не заниматься мужеложеством и скатоложеством Не есть мясо, отрезанного от животного Которое еще дышит Не служить идолам Не проклинать имя Бога Судить тех, кто нарушает все эти законы Сноска Во многих случаях служение идолам Было связано с принесением человеческих жертв Ханаанеи Таково собирательное название всех народов Живших в Эрцисраэль До прихода туда евреев Для укрепления дома Замуровывали в его фундамент Собственных первенцев Либо пленных врагов Подобное варварство существует в мире и сегодня Еще совсем недавно Например, в Бразилии В честь богов Утопили в море восьмерых детей В Индии поклонялись идолу В честь которого следовало Умерщвлять жертву путем удушения Один из ревностных служителей этого идола Сидел при англичанах в тюрьме Он удушил 900 человек И сожалел, что не довел эту цифру до тысячи В той же Индии полагалось Заживо сжигать жену умершего Конец сноски Принявшего эти семь заповедей На иврите такого человека Называли Герто Шав Оставляли в стране И евреи обязаны были ему помогать Если обеднеет твой брат И опустится его рука То поддержи его Пришелец ли он или поселенец И пусть живет рядом с тобой Вайкра 25 дробь 35 Сноска Пришелец, то есть принявший иудаизм Поселенец, то есть Герто Шав Тем же, кто не захочет уйти по своей воле И не примет на себя исполнение Семи заповедей детей Ноаха И будет продолжать служить идолам Была объявлена война на уничтожение Как сказано в Торе Не оставляй в живых ни души Дворим 20 дробь 16 Не заключай ни с ними Ни с их богами союза Да не будут жить они в твоей стране Чтобы не ввели тебя в грех передо мною Ибо если будешь служить их богам Это станет для тебя ловушкой Шмот 23 дробь 32 33 Ибо даже сыновей и дочерей своих Они сжигают в огне богам своим Дворим 12 дробь 31 Если же вы не прогоните жителей той страны То будут те, кого вы оставите Колючками в глазах ваших И занозами в ваших боках И будут притеснять они вас В той стране, где вы поселитесь И будет, как я хотел сделать им Сделаю вам Бемидбар 33 дробь 55-56 Согрешили наши прадцы Нарушили этот завет Оставили в Эрцисраэль многих язычников А потом и сами привыкли к их образу жизни Переняли их обычаи Впоследствии, когда Израиль разделился На два государства Яровам, первый царь десяти колен Стал отвращать народ от веры в единого Бога Он опасался, что израильтяне станут Каким и положено Трижды в году посещать Иерусалимский храм Это вновь могло привести весь еврейский народ К объединению под властью Давида Но и цари Иудеи, Ахаз и Минаше Строили жертвенники Валу Развращая народ Многие иерусалимские евреи Не соблюдали законы Торы Царские министры брали взятки Твои министры Отступники и пособники воров Все они любят взятки и гонятся за мздою Сироту не судят они по справедливости И тяжба вдовы не доходит до них Ешаягу 1.23 Как развратен стал город вечный Исполнен был правосудие Ночевала в нем справедливость А теперь живут в нем убийцы Ешаягу 1.21 В молитве Шма, которую религиозный еврей Читает дважды в день, говорится Берегите ваши сердца от соблазна Чтобы не развратились вы Не стали служить другим богам И поклоняться им Иначе разгневается на вас Господь И замкнет небеса И не будет дождя И земля не принесет своих плодов И исчезните вы вскоре с лица Благодатной земли Которую Господь дает вам Дворим 11.16.17 Сказано абсолютно ясно Если перестанете жить по законам Торы Начнутся не урожаи, засуха Наступят голодные годы В результате не хватит вам сил Чтобы защитить себя от захватчиков И исчезните вы вскоре с лица Благодатной земли Так и случилось дважды В первый раз евреев покорили И изгнали из страны Вавилоняне Во второй раз римляне Любопытно следующее Ве авадетем Означает на иврите Станете служить А ве авадетем Исчезните Оба слова произносятся почти одинаково Что весьма символично Если станете служить идолам Исчезните Возникает вопрос Почему именно евреев Наказывает всевышней смертью Изгнанием Почему именно их Карает так жестоко Разве остальные племена Менее грешны Тора дает на это простой ответ Израильтяне призваны быть Народом святым Несущим всему человечеству Веру в единого Бога Правду и справедливость Господь называет Израиль своей армией И выведу войска мои Мой народ из Египта Шмот 7.4 В тот самый день Вышли все войска Бога Из страны Египет Шмот 12.41 А уж если написано тебе На роду быть солдатом Служи как положено Чувствуй свою ответственность Днем и ночью В жару и в метель Если услышишь приказ Не говори Я устал Я замерз Я боюсь Отвечай одно Будет выполнено Таким должен быть По замыслу Всевышнего Каждый еврей И точно так же Как наказывают Солдат и офицеров За невыполнение приказа Наказывает Господь Свой народ Вот что сказал Пророк Амос Обращаясь от имени Бога К евреям Только вас я полюбил Из всех земных племен Поэтому и взыщу с вас За все ваши грехи Амос 3.2 Именно поэтому Евреи наказываются На этом свете чаще Чем другие народы Но наказание Смывает с них грех И потомство Израиля Существует вечно А все остальные племена Приходят в этот мир И уходят Они смертны Как смертен и любой человек Когда переполняется Чаша грехов Народ исчезает Так сгинули с лица земли Жители с дома Вавилоняне И многие другие Трижды клялись Евреи быть верными Богу Из-за самих себя Из-за все их грядущие поколения У горы Синай Где был заключен Союз со Всевышним Перед смертью Моше Когда народ готовился Войти в Эрцисраэль В стране Израиля В Шхеме Между горами Гризим и Эйваль Исполняют евреи Свою клятву Посылает им Господь Своё благословение Нарушают Строго карает их А если скажут За что Господь Бог наш Сделал нам всё это Ответишь им За то, что вы Оставили меня И стали служить Другим Богам В вашей собственной Стране Будете прислуживать Чужим В стране Не вашей Ирмиягу 5.19 И всё Не похожа Наша судьба На участь Других Народов Хоть и крепко Наказывает Нас Творец Но Не истребляет И накажу Тебя По суду Своему Но уничтожить Не уничтожу Тебя Снова Вспоминаем Мы слова Пророка Ирмиягу